Вы разрешите не 9 мая, но 10-го с праздником Победы вас поздравить. Спасибо. Примите от нас небольшой скромной букет. Здоровье вам самое главное. Михаил Максимович на встречу с нами согласился с удовольствием. За чашкой чая ветеран поделился самым сокровенным. Хотя говорить было очень сложно. Участник Великой Отечественной войны с трудом сдерживал слезы. 18 лет его забрали в армию. О беззаботной юности оставалось только мечтать. Немцы очень много грязных дел натворили. Они издевались над народом. С женщинами относились отвратительно. Теперь остальных за людей не считали. И нам было трудно оставаться людьми, говорит Михаил Максимович. Все рвались в атаку, желая отомстить. Матвиенко в числе других бойцов ввел оборону, находясь на броне танка. Таких солдат называли смертниками. Он дважды был ранен. На парадном кителе, медали за освобождение Смоленска, Варшавы и Праги, новость о победе Михаил Матвиенко встретил в Берлине. Если бы вы знали, как встретили бой, наконец, мир живой остался. Это главное. Живой остался. А еще в память о войне у ветерана остался сборник собственных стихов, писать которые он начал, сражаясь за Родину. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.